Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Я Галина Топилина. Мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют многих и могут коснуться каждого. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем говорить о любви. Со мной в студии семейный психолог, доцент кафедры психологии и развития Самарского университета Ольга Шапатина. Ольга Валерьевна, здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Итак, любовь. В прошлом выпуске мы уже обсудили, что такое, что такое в принципе любовь, какие этапы бывают у любви, можно ли загнать любовь в формулу. Сегодня мы пойдем дальше. Любовь – это не только вот то, что я уже сказала, формула, этапы и кризисы какие-то, но это еще и языки. Любовь говорит на разных языках. И я знаю, что есть исследования в этом направлении. Расскажите, пожалуйста, о том, что такое язык любви, какой он бывает. Ну да, мы в прошлый раз говорили о том, что любовь – это то чувство, которое нам хочется испытывать. Мы мечтаем о том, чтобы испытывать любовь. И, конечно, существовало и существует огромное количество всяких идей, которые нам должны в этом помочь. И вот это, наверное, это понятие «языки любви», оно тоже разделось из желания того, чтобы как-то управлять этим чувством, гарантировать его присутствие в нашей жизни. Таких идей может быть много, но мне кажется, эта идея, правда, очень понятная, очень простая. И даже если вы еще не задумывались о визите к семейному психологу, можно попробовать эту теорию применить к своим отношениям. Мы сейчас про нее немножечко расскажем. Смысл этой теории в том, что люди, так же, как мы, ну, может быть, нам известно, да, что различаются там на мужчин и женщин, по типу темперамента различаются, или там по цвету волос. Точно так же они различаются по способу проявления любви и по способу получения, ну, от человека, да, каких-то посланий, которые они расшифровывают как любовь, да, и как интерес к нам. И таких языков ограниченное количество. То есть их всего пять, как считают авторы этой теории. Если кто-то хочет поподробнее про это почитать, да, он может просто легко найти эту информацию по ключевым словам, языки любви. Вот можно про них понемножку поговорить, да, потом мы тогда будем говорить о том, как они формируются, есть ли различия какие-то у разных людей. Но точно мы владеем не единственным каким-то языком из этих пяти. Самый, возможно, знакомый нам, так как он проявляется не только в супружеских отношениях, да, или в родительско-тецких отношениях, но и в рабочих, деловых отношениях, это язык, можно сказать, слов одобрения, похвалы, какой-то такой позитивной обратной связи. Я думаю, каждому человеку легко вспомнить ситуацию, в которой он чувствовал себя хорошо, был удовлетворен, да, рад, может быть, или даже действительно чувствовал такой прилив сил, когда значимые для него люди, возможно, начальники, возможно, его супруг или супруга, или мама, да, или дети, отмечали какие-то положительные его, может быть, стороны личности, может быть, хвалили его за то, что он приготовил вкусный обед, может быть, восхитились его внешним видом сегодня, да, или еще чем-то. То есть мы действительно воспринимаем эти слова как проявление любви, да, как проявление исключительного такого к нам интереса, исключительного внимания. То есть я чувствую, что меня любят, если меня хвалят. Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. И, казалось бы, это естественный язык, да, как я уже сказала, во многих отношениях он присутствует, но точно так же можно сказать, что этот язык для кого-то очень сложный. Ну, бывает, что один супруг, да, другого просит, например, о комплиментах. Комплименты относятся как раз сюда. И это что-то очень, ну, кажется иногда искусственным другому человеку, таким, ну, не знаю, вымученным, да, неискренним. Я могу, конечно, тебе сказать, но это там будет как-то звучать, как будто из меня выжили эти слова, да. Для кого-то это сложно. Ну, вот так сказать, легко, да, чем-то восхититься, чему-то удивиться за что-то, похвалить, бывает сложно. Ну, сразу мы можем сказать, что если это разные языки, да, то есть один ждет этих комплиментов и похвалы, а другой не умеет их высказывать, ну, естественно, да, как-то и легко. Ну, тут, наверное, тот, кто ждет, ну, все время как будто бы немножко дефицит какой-то испытывает. Вот тут чего-то не хватает ему, да, вот, может быть, очень много заботы, кстати, он получает при этом. И комфорт какой-то для него обеспечил партнер, да, но вот нет слов, и как будто бы чего-то не хватает. Это уже другие языки, да? Да. Это, значит, твой партнер говорит на каком-то другом языке. Вот, кстати, язык заботы, язык помощи, вот в обычных делах, он действительно тоже для кого-то очень важен. И иногда я, например, слушаю такие истории, когда, ну, возьму, для примера, мужчина, да, мужчина, он внимательно следит за, там, оплатой всяких платежей, да, контролирует, например, деньги, он следит за домом, он следит за садом, то есть он все время в делах, при делах обеспечивает всем комфорт, но это иногда не воспринимается как, ну, действительно, любовь, да? Это как будто бы какие-то, ну, нужно же это делать, да? Ну, у нас же такие вот дела по списку в ежедневнике написаны, ну, вот поэтому он и делает. Хотя это действительно тоже очень язык такой, ну, понятный, выраженный, получается, в действиях. Это легко увидеть, это легко заметить, когда мы хотим что-то сделать для другого, да, не просто сказать, а что-то сделать действительно, помочь ему, не знаю, посидеть с ребенком своей подружки, которая нам, ну, действительно дорога, например, или собрать своему мужу обед с собой на работу, да, еще что-то такое сделать, то есть вот для кого-то эти действия оказываются гораздо более важными и с точки зрения проявлений, да, вот этого чувства своего привязанности, и с точки зрения понимания того, что о тебе заботятся. То есть тот язык, на котором я говорю, я его и сама буду проявлять, но не факт, что это будет язык моего партнера, да, что он это воспримет как любовь, и вот здесь вот возникают конфликтные какие-то ситуации. Ну, это самая простая такая, ну, можно сказать, такой тест, да, для того, чтобы увидеть какую-то часть проблем. Не все, не все сложные ситуации в семье мы можем описать через это вообще, через эту теорию, но мне кажется, она очень простая, и можно действительно, вот сейчас уже слушая нас, да, прикинуть, на каком языке я говорю и какой язык любви я понимаю, потому что, скорее всего, это действительно одно и то же, вы верно схватили эту мысль. Есть еще другие, будем двигаться дальше, да? Есть еще, например, такой язык, как время, совместно проведенное, и авторы добавляют качественное время. То есть не просто оставаться дома вместе, например, и никуда не пойти, да, два таких домоседа, или работающие дома фрилансеры, они вроде бы вместе дома, но на самом деле не взаимодействуют. Есть люди, которым нравится что-то делать вместе. И мы тоже, мне кажется, такие истории знаем, да, когда мы познакомились, у нас общее увлечение, там, где мы ходим в поход, мы летом все время за Волгой, да, вот мы любим велосипеды, вот что-то такое. Ну, не обязательно. На этом и сходятся люди. Да, да, да. То есть это, вот, кстати, то, что они сходятся, это говорит о том, что, скорее всего, мы все-таки интуитивно выбираем человека, который все-таки с нашим языком знаком. Иначе бы мы на этапе влюбленности уже бы, ну, нам не хватало бы, да, вот этой энергии, чтобы оставаться вместе. Вот, то есть для кого-то это время. И, опять же, мы так по контрасту можем. Ну, кстати, влюбленность – это же не индикатор. Насколько я знаю, на этапе влюбленности, ну, человек способен проявлять те качества, которых на самом деле у него нет. То есть он может, например, говорить комплименты, но потом никогда в жизни уже от него мы этого не дождемся. Мне кажется, это очень распространенная история. Я согласна. То есть здесь, возможно, природа тоже помогает, да. Она вот это вот, я сказала в прошлый раз про механизм идентификации. То есть мы другого человека лучше как будто бы на этом этапе понимаем. Опять же, природа об этом позаботилась, чтобы вот это вот синхронизировать наши переживания, например, чтобы дать нам возможность сблизиться и понять друг друга лучше. Ну, кстати, если такой опыт у пары есть, да, ну, по крайней мере, тогда понятно, что человек это может делать и умел когда-то делать. И, возможно, сейчас мы сами создаем для него какие-то препятствия, чтобы он так свободно и спокойно проявлял к нам любовь, которая нам нужна. Возможно, сказать, да вот не может, не за что, да. Ну, возможно, не может сказать, потому что сердится на что-то, да, потому что тоже недоволен чем-то. Это его способ, ну, как будто бы наказать, лишить нас любви. Мы должны осознать свои ошибки и справиться. Ну, в его логике, например, да, такое. Вот, то есть время – это тоже для кого-то очень важный такой инструмент для того, чтобы выразить любовь и ее принять, да. Кто-то, если мы любим вместе проводить время, то тогда мы, там, мой, например, жест любви, да, это выбрать время, договориться об общих выходных, например, там, вместе поехать в отпуск и найти интересные маршруты какие-то и все такое. Или интересный фильм, чтобы вместе посмотреть. Это тоже будет из этой серии. Вот, есть еще такой язык, который точно всем знаком. Прямо кажется очень, казалось бы, такой примитивный, но важный – это подарки. Все, наверное, любят подарки, хотя есть люди, которые, есть люди, которые подарки принимают с большим трудом. Ну, это их история. Мы сейчас даже все причины не будем здесь анализировать. То есть, скорее скажем, что этот очень знакомый и естественный язык для многих людей, даже для детей. Они мамочки тоже, там, цветочек срывают, да, рисуют солнышки какие-то, приносят ей какие-то такие свои дары рукодельные, достаточно долго, пока деньги не зарабатывают. Ну, естественным образом так проявляют они свою любовь. Ну, точно так же и взрослые люди, да, пара, она тоже может общаться на этом языке. Много внимания уделяя вот этим дарам, откладывая деньги, делая сюрпризы какие-то на день рождения. Для кого-то это тоже может быть очень такой понятный и очень доказательный, что ли, язык любви. А для кого-то вообще не имеющий никакого значения. Даже самые дорогие подарки, например, кто-то может, ну, не то чтобы обесценить, да, но, как сказать, его сердечко не забьется в ответ на какие-то даже уникальные вещи. Да, он может считать, что, ну, раз человек может себе позволить, вот он и позволил. И к любви это не имеет никакого отношения, да, это имеет отношение, ну, к празднику и к тому, что положено просто дарить подарок в этот день. Поэтому если этот язык действительно понятен человеку, тогда он точно откликается на вот действительно такие вот необычные, может быть, да, подарки какие-то. Не обязательно дорогие, здесь важно как раз то, что выбирая, человек думал, да, о нас, знает, что мы любим, хочет нас порадовать, да, тратит время, тратит разные другие ресурсы и вот такой нам дар дарит. А как понять, угадал или не угадал с языком любви? Ну, вот в частности, вот на примере подарков. Партнер преподносит подарок, и по реакции можно понять, что да, это вот язык моего партнера, он воспринял этот подарок как проявление любви. Ну, или наоборот. Ну, да. Ну, я думаю, что контекст, конечно, тоже имеет значение. То есть, если пара в ссоре, например, да, то подарок будет восприниматься скорее в зависимости от того, там, ну, какой градус сейчас конфликта, да, потому что подарки иногда дарятся, чтобы немножко за, как это сказать, заполировать шершавости всякие в отношениях. Вот. Ну, в этом случае, наверное, мы не можем здесь какие-то выводы делать надежные. А если мы возьмем какой-то более-менее продолжительный период, да, и посмотрим, как люди вообще этот язык используют, ну, действительно, есть ли какая-то культура, можно сказать, да, подарков, дарения в семье? Не только по праздникам. Конечно, да, да. То есть, подарки из командировки, да, подарки по пути домой, даже с заходом в пятерочку. Ведь тоже можно какой-то купить приятный сюрприз для своего ребенка или для жены, или для мужа. Поэтому, вот если на каком-то долговременном этапе, я думаю, можно оценить этот язык. Если человек так часто делает, то, наверное, он действительно так проявляет свою любовь и получает. То это его язык? Если он делает подарки, то это, да, его язык. Но тот, кто радуется, когда ему дарят их, это его язык тоже. Понятно. Мы пять уже, или какой-то еще отпустили. Последнее мы не сказали про прикосновения, так называется в этой теории. Это любые контакты, да, такие тактильные, телесные, сексуальные отношения сюда же относятся. Ну, наверное, у нас нет никаких сомнений, что это язык любви, да, особенно там сексуальные отношения, например, для кого-то они и равны любви, у кого-то нет вопросов никаких философских, что такое любовь. Вот. Ну, здесь, конечно, имеется в виду в более широком смысле эти контакты, да, это объятия и даже какие-то случайные, может быть, касания, когда... Такое у супругов бывает, мне кажется, часто, да, поправляют что-то, там, приглаживают что-то, да, касаются, за руку берут, да. То есть для кого-то это прямо очень такой необходимый, естественный язык проявления заботы и любви. Про кого-то даже, наверное, вот из наших знакомых, да, можно сказать, что у него такая вот слава. Про него говорят, с тобой хорошо обниматься. Да, он так здоровается даже, когда приходит в компанию этот человек. И не просто это ритуал для него, а мы чувствуем действительно, что он прямо делится с нашим своим теплом. Мы чувствуем, что он рад через вот такой вот телесный контакт. И для кого-то этот язык основной, да, он так устроен. Вот он в таком хорошем контакте со своим телом, он может показать любовь своими действиями, да, и может получить именно так, а не как-то иначе. Если мы его будем только хвалить и ни разу не погладим по головке, да, ему тоже будет чего-то не хватать. Но вот такое искусственное, да, разделение, оно не означает, что у каждого человека только один язык. Да, вот это надо было, наверное, сразу сказать, да. То есть считается, что у нас, ну, как минимум два есть ведущих, и остальные более-менее развиты, да, иначе бы мы, наверное, действительно очень сложно бы себя плохо чувствовали в контакте с разными людьми. То есть, скорее всего, у нас есть какие-то основные, а остальные можно развивать. Если так получилось, что мы, например, какими-то полярными совершенно оказались в этих языках со своим партнером. Ну, такое может случиться. Мы на какой-то волне другой соединились. Мы же говорили о том, что теории-то много разных, да, и то, что мы полюбили друг друга, могло объясняться не языками совсем, а какими-то другими обстоятельствами. Я как раз хотела спросить, то есть у каждого человека 100% есть какой-то один из пяти, но, видимо, нет. Парочка ведущих. Считается так, что парочка ведущих. Я думаю, что пока мы рассказывали, если кто-то нас смог послушать, то точно, наверное, уже предположил, какой язык для него может быть важнее, так сказать, значимее, понятнее, знакомее. Да, вот точно такое, думаю, случилось. Что все важны. Ну, человеку кажется, что… Я думаю, что такое может возникнуть ощущение, если нас просто послушать. Но, может быть, лучше тогда сделать какой-то эксперимент. Вот как разобраться. Да, вот попробовать хотя бы себе спросить. Вот как я чувствую, что мой партнер меня любит, в какие моменты я особенно это ощущаю? Вот ответ на этот вопрос он может натолкнуть на мысль, какой у нас язык все-таки доминирует. И если, например, супруги знакомятся с этой теорией, да, я еще раз скажу, что она не единственная и не дает исцеления от всех проблем. И после того, как знакомятся, да, пытаются сначала, может быть, искусственно немножко приблизиться к своему партнеру через его язык, готовы учиться, например, даже этому языку, если он у них не очень… сам собой развился, да, тогда точно мы будем иметь, ну, как сказать, изменения в лучшую сторону, да. Уже даже с помощью такого простого способа точно изменится ситуация к лучшему. Можно привести еще какие-нибудь примеры вот из жизни супругов, где люди говорят на разных языках и не понимают друг друга? Я думаю, таких примеров очень много. Может быть, даже оттолкнуться от какой-то вот уже начатой, да, нами темы, например, что для женщин очень часто язык вот этих комплиментов, да, приятных слов, благодарностей в том числе, да, он оказывается важнее, чем остальные. Ну, я так тоже часто говорю, что женщина часто хочет, чтобы ее любили за душевные кладези. Ну, при этом обладая совершенными прекрасными формами и внешностью, да, вот это ведь тоже, так сказать, дар божественный у нее. Она такая прекрасная, но хочет, чтобы видели другое. Ну, мы же говорили о компоненте биологическом. Все-таки до определенного возраста в нас всех, ну, в вас точно, Галин, во мне уже есть шанс обнаружить и душевные кладези, да, но на вас, я думаю, должны все-таки мужчины реагировать не на кладези. И поэтому вы-то хотите, чтобы они это заметили, вы хотите, чтобы они ваши человеческие качества как-то оценили, да, а они все хвалят вашу внешность, они все вас пытаются обнимать. Вот здесь может быть конфликт, если ваше желание будет очень, ну, таким, не знаю, прям сильным, и всю вашу голову займет, да, вот пусть они увидят, какая я, ну, не знаю, там, интересная, умная. Ну, к сожалению, такого в вашем возрасте еще не получится. Предложить им подумать в этом направлении. Прямо же можно так сказать, что... Ну, конечно, это прекрасная идея, то есть можно просто попросить, да, попросить, хотите комплиментов, попросите комплиментов, хотите помощи, попросите помощи, хотите объятий, попросите объятий, это будет действительно, ну, только на пользу. Такой открытый разговор, да, и такая искренняя просьба, я думаю, она точно не останется без внимания, ну, или можно даже договориться с партнером вместе, да, прочитать небольшой текст, например, про эти языки и поэкспериментировать друг с другом. Мне кажется, это будет очень даже интересно и так освежающе в любом возрасте для пары. Вот еще про детей интересно. Вот вы тоже приводили пример, что дети сами дарят подарки, дети любят, когда им дарят подарки, а вот эти вот языки, они в принципе распространяются? Да, считается, что откуда у нас такое владение языком, да, так же, как мы научились разговаривать на каком-то языке, благодаря тому, что с нами разговаривали наши родители, мы же не в школе научились разговаривать на уроке русского языка, а, конечно, дома, мы, ну, с большой вероятностью, да, усваиваем язык, который предлагают нам родители. Но они у нас все-таки разные, да, может быть, мама и папа, еще и бабушки и дедушки разные. То есть это не какое-то стерильное такое вот послание об одном каком-то языке. У нас, скорее всего, есть инструменты, что ли, да, формируются какие-то такие части, которые на разные эти языки реагируют. Но если наши родители как-то вот владели, да, в совершенстве каким-то одним, скорее они нам помогли тоже его сделать, ну, тоже развить, можно так сказать, да, вот такую группу мышц какую-то. И поэтому, опять же, не скажу про всех, а именно представители вот этого подхода, этой теории, они рекомендуют родителям тоже вот осознанно, да, для детей создавать ситуации, в которых они познакомятся с разными языками. То есть где-то мы их действительно по головке гладим и обнимаем, где-то мы им что-то покупаем, да, подарки какие-то, где-то мы находим нужные слова, чтобы поддержать их мотивацию, где-то мы помогаем им контурные карты раскрасить, да, это все будет для них формировать вот эту вот многоязычность. Ну, можно сказать, да, это как вот человек, владеющий разными языками. У него более тогда больше выбор, ну, он более гибкий, да, он может действительно с разными людьми находить взаимопонимание, если это язык, на котором строятся отношения. А если в плане развития и воспитания это как-то вот будет влиять, ну, взаимоотношения с родителями, если говорить на языке ребенка? Ну, если мы про маленьких говорим детей, я думаю, они на любой согласный язык. Они еще не знают, что есть разные языки, да, какие-то, и они действительно усвоят то блюдо, которое мы им приготовили. Им по большой, ну, по большей части все равно, вот на начальном этапе. А если мы уже говорим о подросшем ребенке, да, может быть, здесь тоже тот же самый универсальный способ хорош, да, спросить, ну, как ему лучше? Если у него, не знаю, там, завтраконтрольное, ему как лучше? Ему лучше помочь с домашним заданием или ему приготовить вкусный какой-нибудь ужин, да, или его обнять и посмотреть с ним какой-нибудь мультфильм, чтобы у него настроение улучшилось, да. Вот мы можем спросить, что ему сейчас поможет. У нас буквально пять минут осталось до конца эфира. Хотелось бы вот в эту вот бочку меда, в эти приятные разговоры внести немножечко такого ложечку дегтя. Давайте расскажем, что разрушает отношения? Есть какие-то критерии несчастных и счастливых пар? Что можно сказать об этом? Ну, так как действительно, опять же, вернемся к началу, да, это действительно для всех, без исключения людей, важная тема отношения, и отношения для любого человека намного важнее, чем успехи его социальные. Ну, рано или поздно любой человек это понимает, да, конечно, много усилий тратят исследователи на то, чтобы эти вопросы поисследовать, да, как-то отдать нам ответ. И мы можем продолжить в контексте, например, этих же языков говорить о факторах, которые точно будут действовать негативно. Например, если мы говорили о хороших словах, то один из таких факторов – это критика. Вот так же, как благодарность, комплименты улучшают отношения, так же критика считается тем, ну, можно сказать, даже монстром, да, иногда мы так относимся к этим вещам, которые точно их разрушают. Когда мы допускаем критику, и если критика это еще и взаимно, да, и она еще усиливается, и с каждым оборотом, так сказать, все наращивается, это не очень хороший знак, в том числе, кстати, для психолога, что он здесь очень что-то может сделать по-другому. Ну, когда люди привыкли общаться на этом языке, то это скорее говорит о том, что, ну, как бы боль, да, вот эта вот эмоциональная, душевная, она не дает возможности уже говорить на языке любви, да, можно сказать, говорит на языке ненависти. И переключить это, на самом деле, очень сложно, особенно если это уже взаимная такая битва, взаимная, она потому становится, что есть еще один такой монстр, это защитное поведение. То есть, если ты начинаешь меня критиковать, я начинаю защищаться, и начинаю фразу «а ты», да, и вспоминать что-то, что случилось когда-то в незапамятные времена, возможно, и потеряло уже смысл, но это как козырная карта. Это то, что отбрасывает вот в ту, ну, какую-то сложную историю для пары, да, и еще меньше сил остается для того, чтобы созидать что-то, а не разрушать. Сложно от этого, возможно, удержаться, но, наверное, это тоже как раз тот критерий, который показывает, что сами люди уже с этим не справятся, скорее всего, если очень много критики, да, и очень много вот таких разговоров, которые похожи на защитное поведение, как бокс, как будто бы наблюдаем мы. Вот. Ну, и точно так же еще про один скажу, надеюсь, что мы успеваем, это такое презрительное отношение. То есть, когда человек, например, ну, просто рассказывает даже свою историю, мы видим, как он относится к партнеру, да, если это высокомерие, да, больше сарказм в его рассказе о другом, да, ну, знаю я, как ты это будешь делать, да, там, или как ты обычно это делаешь, то это очень тоже важно, ну, это заметить. И попробовать, вот вы говорили о контроле, да, о каком-то самом контроле, попробовать тоже это немножко остановить. Прежде чем что-то хорошее строить, иногда важно, как это, расчистить, как вот дорогу у нас, когда ремонтируют, да, сначала ее убирают плохое что-то, и потом там новый асфальт. Вот здесь то же самое. Прежде чем к языкам любви обращаться, может быть, сначала надо убрать вот этих вот чудовищ, которые точно мешают создавать хорошее, общее. То есть надо быть более внимательными, чуткими и разговаривать по душам. На этом наш выпуск подошел к концу. Сегодня у нас в гостях была Ольга Шапатина, психолог, доцент кафедры психологии и развития Самарского университета. Это была программа «Разговор по душам». Всего вам самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова